Друзья, всем привет, всем доброго балийского утра в этих прекрасных зеленых рисовых полях. С вами Кира Штафун и сегодня я хотела бы поделиться с вами результатами года моего сыроедения. Вот так вот незаметно, вот так вот естественно и беспроблемно, я бы сказала, промчался год моего сыроедения, потому что, как говорится, я даже оглянуться не успела, уже прошел год. 1 октября 2013 года я сделала свой выбор в пользу осознанного питания, о чем не пожалела ни на секундочку. И о всех результатах я расскажу чуть позже, о результатах года моего сыроедения. А сейчас хотела бы поделиться с вами результатами последнего месяца сыроедения. Как вы знаете, я в последний месяц переехала с прекрасного тропического острова Самуи на прекрасный остров Бали, в Индонезию. И, конечно, мое питание немножечко изменилось, видоизменилось. Я бы даже сказала, не немножечко. Последний месяц прошли такие серьезные изменения в моем рационе, которые повлекли за собой массу интересных последствий. Как вы знаете, я с вами делюсь не только плюсами сыроедения, но также и минусами сыроедения. Я рассказываю абсолютно всю правду, все то, что происходит с моим организмом. И сегодня я расскажу кое-какие интересные подробности из моей жизни за последний месяц. Итак, на Бали фрукты есть. И это очень радует. Но по сравнению с тайским выбором, мне показалось, что здесь он немножечко скромнее. Это выбор фруктов. И нет наших любимых дурианов, которыми мы питались перед выездом на Бали. Они прекрасно питались каждый день. Зато здесь, на Бали, все больше людей понимают ценность вот такого осознанного питания, живого питания сырыми продуктами. И здесь достаточно много по сравнению с Самуи всяких различных сыроедческих кафешек, где предлагают органические фрукты, овощи, салаты, чизкейки и так далее. Ну и мы как люди, мы, я имею в виду нас с мужем, потому что мы оба сыроеды, которые немножко подустали, скажем так, за 9 месяцев питания одними фруктами практически, мы решили разнообразить свой рацион и, конечно же, решили попробовать кафешки сыроедческие. Ну как это? Известные на весь мир кафе. И мы начали очень активно ходить в кафе «Алхимия» на Бали, где готовят прекрасные сыроедческие салаты. Салаты там готовят из листьев зеленых, это основа. Рукола, просто какой-то салат зеленый. Там еще какие-то листья. Поверх листьев делаются топпинги, добавляются. Топпинги, например, лук, сушеный лук, то есть дегидраторы. Орехи. Орехи не просто, допустим, кешью, а они высушенные также дегидраторы, но предварительно они еще, скажем так, их обволокли таким, такой смесью, возможно, с маслом, возможно, с перцем и солью. То есть такие вкусные орехи получаются, по сути. Потом были помидоры, которые были, опять же, дегидраторные. Дегидраторные. Потом были грибы в маринаде. Маринад содержал все специи, которые только возможны. Также, естественно, соли очень много было в этих топпингах. Дальше различные тоже салатики. Например, там цветная капуста с перцем, допустим, что там еще была, зелень какая-то. Какой-то был у них дрессинг, то есть соус какой-то из кешью явно. Вот. Потом мы увлеклись чизкейками. Чизкейки шли в меньшей степени, а вот салаты у меня шли на ура. Я съедала по два, такие две порции большие салата за один прием, скажем так. И была счастлива. И, кстати, не хотела очень долго кушать. Примерно 3-4 часа спокойно у меня в животе, естественно, все это не переваривалось долго, потому что это орехи, потому что это такая вот тяжелая достаточно пища. И вот в какой-то мере я почувствовала такую удовлетворенность и радость от того, что тебе не хочется есть, скажем так. Но за это поплатилось. Месяц я кушала вот такую вот вкуснятину, причем по два салата, причем и, может быть, мы ходили на ужин и на обед, то есть дважды в день мы там были. И что произошло? Случился криз в моей жизни. Первый криз, на самом деле, на сроедении такой серьезный, ну, которого я совершенно не ожидала и считала, что со мной такого не будет. А вот получилось, причем на вот, считай, последнем месяце перед годом сыроедения. Что произошло? Начали появляться на коже ранки. То есть я ходила там, мы снорклили, например, там я обкарала, задела свою ногу, у меня немножко получалась там рана. И в этой ране начали образовываться гнынички. То есть, причем еще гнынички начали образовываться именно на косточках. То есть там, где проще всего выйти гною, да, скажем так, косточка коленная, допустим, косточка около ступни, да. Вот. И эти гнынички начали образовываться один за одним. То есть я там что-то почесала, раз гныничок, раз гныничок. Я сначала не поняла, думаю, что это за такие приколы. А вот потом, когда это все как-то увеличилось в размерах, и причем это еще не так сразу все зарастало, я поняла, тут ты поняла, что салаты в моей жизни были лишними. Вот так вот получилось. И, конечно, как организму проще всего вывести всю эту грязь, всю эту слизь из моего организма, конечно же, через кожу. Кожу там, где близко к выходу, на косточках. Вот такая вот ситуация произошла. К счастью, после того, как я перестала есть салаты, это все немножечко дело прекратилось. То есть новых ранок не стало образовываться. И те, которые были старые ранки, они начали подсыхать. Слава Богу. И еще один был Крис. Я почувствовала, что тоже это все из-за моей, конечно же, пищи, которую я употребляла не совсем, наверное, правильно. Разболелась очень сильно голова. Голова болела очень долго. Причем в тот момент, когда мне нужно было очень срочно делать очень важные, срочные дела. Эти дела я сделала, но я просто с нереальной болью головную это делала. Я вспомнила, что это такое. За год у меня этого не было. И причем голова не просто болела, как она раньше болела, поболела и прошла через 2-3 часа. Голова болела до 4 часов ночи. Примерно, не знаю, с 12 часов дня. Причем еще днем у меня была температура. Температура достаточно высокая. Меня морозило. Буквально через час после того, как я поспала, температура спала. Началась головная боль. И вот, получается, от 4 утра я очень сильно мучилась с головной болью. Потом она сама собой прошла. Я не спала всю ночь, работала. Вот. И больше, к счастью, у меня опять же такой ситуации не происходило. Вот такие вот очистительные кризы бывают, когда вы кушаете не то. И интуитивно я еще, наверное, давно уже почувствовала, что салаты мне не подходят. Я не хочу их больше. Но как-то вот за компанию, там вкусы очень разнообразные, замечательные. Мы все это употребляли. Слушайте свою душу. Она вам подскажет. Слушайте свое сердце. Что вам нужно кушать, что нет. Вот. Как только я избавилась салатов, сейчас я их уже не ем и ем только фрукты. Все стало более-менее на свои места. Вот такой вот месяц у меня, сентябрь, выдался, скажем так, необычный по сравнению с остальным временем. Не советую тем, кто раньше был практически моносыроедом, либо сроедом на фрукты, тогда фрукторианцем. Не советую вам делать вот такие вот эксперименты, как сделала я с мешанины из различных топпингов, топпингов из различных салатов. Иначе грядут последствия. Давайте теперь подведем итоги года моего сыроедения. Раньше моя голова, которая раскалывалась, ну, один-два раза в месяц, вот сто процентов, по непонятным причинам, больше не раскалывалась. И это самое большое счастье было в моей жизни, потому что я 30 дней или 31 день в месяц могла сработать с полной отдачей, с полным замечательным состоянием своего организма. Это раз. Я за год своего сыроедения ни разу не заболела никакими простудными заболеваниями. У меня болел муж, меня заражало активно, у него болело горло, он кашлял, но я не подалась на это. То есть меня это, как говорится, не взяло. Если говорить про жизненную активность, она, конечно же, в разы, просто в разы увеличилась. Я делаю три, а то два проекта, с удовольствием все это делаю. Это, конечно, мое любимое дело. У меня есть дополнительная энергия, но, тем не менее, вот сил хоть отбавляй. Моя кожа лица, она почистилась. То есть сейчас, вот особенно в последние два месяца, наверное, на ней вообще не появляется практически прыщиков никаких. Она чистая, она замечательная. Я, как перешла на сыроедение, не пользуюсь никакими кремами вообще. Сколько я сэкономила. Не пользуюсь никакими там молочком для умывания, никакими тониками, никакими вещами дополнительными. Кожа моя в отличнейшем состоянии. Кстати, здесь я немножко беру пример своей мамы, потому что моя мама тоже не пользовалась никакими кремами особо в своей жизни. И кожа ее выглядит замечательно. Вот. И она увлажнена, она вот просто баланс, то, что надо. Если раньше она была у меня жирная, то есть я просыпалась с утра, у меня вот так вот можно было провести салфеткой, и достаточно много жира было на салфетке, то сейчас я вижу, что моя кожа после сна, даже после ночи долгая, она нормальная. Тип моей кожи стал нормальным. Так, по поводу аллергии. Аллергии я, она стала намного меньше. То есть, если я раньше увидела кошку рядом, у меня уже была чахотка и слезы на глазах, то сейчас я с кошками общаюсь, глажу. У меня бывают какие-то такие проявления аллергии, но они небольшие. И, в частности, это даже больше не сопли, а вот, наверное, покраснение, там, почесываюсь немножко. Но потом все это быстро, достаточно быстро проходит, и все нормально. Я уверена, что со временем аллергия вообще сойдет на нет. А там раньше была у меня аллергия, например, на перья, на пыль. Этого всего нету. Это 100%. Состояние моего кишечника, вот всех моих пищеварительного тракта, скажем так, просто замечательное. У меня все переваривается, никаких проблем с этим нету. Все просто замечательно. Так. По поводу похудения. Еще один очень важный вопрос для девушек, для мужчин и так далее. Что произошло за год? Когда я перешла на старый день, я начала очень активно худеть. Худеть я начала примерно 6 килограмм. Я потеряла. Достаточно была стройной, как мне это все нравилось. И достаточно много было жизненной энергии при этом все равно. Немножко я мерзла, когда я похудела. Понятное дело, теряем жировую ткань. Потом, когда я переехала в Таиланд, через буквально 2-3, ну 2, наверное, месяца я начала полнеть в Таиланде. Связано это было, во-первых, с моей голодовкой трехдневной, которая подвергла в шок и в стресс мой организм. То есть я 3 дня на сухую голодала без воды совершенно. И немножко замедлила свой обмен веществ. То есть организм сказал, ага, ты нас не кормишь, у нас стрессовое состояние, мы сейчас будем накапливать все необходимые нам вещества. И то есть, да, появилась такая немножко жировая прослойка. И чтобы установить тот обмен веществ, который был раньше, ну, потребовалось время. И времени малое. Поэтому, друзья, я не рекомендую сейчас вам экспериментировать с голодовкой, если нет в том очень серьезной необходимости. Вот. Мой вес в Таиланде, то есть увеличился. И когда я приехала на Бали вот сюда и стала есть эти салаты соленые и со специями различными, я начала худеть. Я предполагаю, что здесь есть 2 причины. Либо вот действительно состав веществ, в которых я стала потреблять, там, соль и специи, позволили мне похудеть. Но больше я склоняюсь к той версии, что, скорее всего, здесь климат другой. То есть климат здесь более прохладный. Ночью даже, я сказала бы, бывает холодно. Можно спать в свитере иногда. И это более привычная, что ли, обстановка, привычный климат. И мне кажется, это связано с этим. Мое похудение. Вот. Сейчас я чувствую себя еще стройнее, еще красивее. И, в принципе, у меня такое ощущение, как будто я нахожусь летом в России. То есть по климату это очень похоже. Вот. Такие, друзья, у меня результаты за год моего сыроедения. Если у вас возникнут вопросы, вы, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, либо к этой статье. Я буду рада на них ответить. Вот. До новых встреч в следующем уже новом сыроедном году. С вами была Кира Штафон из Бали. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.